Все как на настоящей Олимпиаде. Поднятие олимпийского флага, зажжение огня только в других масштабах. В гимназии номер один имени Владимира Ильича Ленина открыли традиционные малоолимпийские игры для школьников. Проводятся они уже 18 лет. Поддержать юных спортсменов пришли родители, педагоги, а также выпускники гимназии, которые добились успехов в большом спорте. Да, принимаю, конечно же. Год назад выиграл плавание в своей параллели в девятый. Это воспитание, моральное воспитание, воспитание как личности, как борьбы над собой и как дисциплинирование себя. Кроме официальной части на открытии показательные выступления спортсменов и музыкально-хореографические поздравления художественных коллективов гимназии. После того, как все спортивные традиции выполнили, продолжили праздник сдачи норм ГТО соревнованиями по легкой атлетике в беге на 30 и 60 метров для третьих и шестых классов гимназии. Да, они проходят в течение всего года. Знаете, как первые олимпийские игры, которые еще прошли в 1896 году. В конце года подводим итоги. По каждой параллели, по каждому классу награждаем класс. В конце каждой программы, каждый вид программ награждаем учащихся. Всех победителей, призеров награждаем медалями, грамотами. Игорь Александрович как раз и стоит у истоков создания игр. По его словам, соревнования ежегодно собирает большое количество участников. Проходят малые олимпийские игры в несколько этапов в течение всего учебного года. Их основу составляют нормативы комплекса ГТО. Это бег на 30 и 60 метров, плавание, лыжные гонки, баскетбол. Состязания среди классов, они рождают дух и такое яркое воспечатление между классами, борьбы, желание быть первыми, лучшими, получить награду, медаль. И потом быть участником городской легкоатлетической эстафеты. Участие в подобных мероприятиях помогает привести с детства любовь к здоровому образу жизни и спорту. Для родителей это также возможность раскрыть способности ребенка. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправды ТВ.